На 71-й минуте матча против Багеменса бразильский нападающий шерифа Рикординио забил победный гол для своей команды. Но за секунду до этого произошло страшное столкновение. Рикординио вывели на свободное пространство в районе линии штрафной площади. Мяч ударился о землю, после чего бразилиец совершил смелый поступок. Не побоявшись сыграть на опережении, Рикординио проткнул мяч в ворота, после чего столкнулся с вратарем и защитником. Столкновение было настолько сильным, что на поле выбежал весь тренерский штаб шерифа. Благо, Рикординио с помощью клубных врачей поднялся и все обошлось, как для нашего футболиста, так и для игроков соперника. Правда, игру бразилиец продолжить не смог и был заменен. В итоге мяч был засчитан, а сама игра завершилась со счетом 1-0 в пользу нашей команды. Рикорда, как ты себя чувствуешь после столкновения, потому как оно было к настоящему страшным? Как ты себя чувствуешь после того, как вы чувствуете? Ты чувствуешь себя лучше. Сейчас я чувствую себя лучше. Прямо не помню. Я чувствую себя лучше. Немножко болит только челюсть, ручки и так далее. Но вообще чувствую себя лучше. Голова не маль. Ты осознал, что забил гол? Ты не понимаешь, что ты забил гол? В тот момент, нет. Но потом товарищи подтвердили, что я забил гол. Что скажешь по сегодняшней игре в целом, по игре команды конкретно? Что ты скажешь по сегодняшней игре в целом, по игре команды конкретно? Если у тебя есть туман на голову, я не могу заниматься. Если принять во внимание, что у меня с головой было, то могу сказать мало. Да, на момент мало. Ты уже забил второй гол на сборах. Ты уже потихонечку выдвигаешься в лидеры бомбардирской гонке. Ты уже забил второй гол на сборах в Туркии. Ты уже будешь лидером на сборах. Нет. Моя карандача – это сделать гол. И чем больше я сделаю, тем лучше будет для шерифа и для меня. Я не ставлю себе этой цели. Для меня главное забивать голы. И чем больше голов забью за шериф, тем лучше для меня. Как для тебя проходят эти сборы? Многие ребята подтверждают, что действительно тяжелые тренировки. И как для тебя они проходят? Как для тебя проходят эти сборы? Многие ребята говорят, что это очень тяжелые. И для тебя? Нет, для меня тоже. Мы очень чувствуем. Потому что мы идем в период на сборах. И когда мы идем на сборах, это нормально. У меня тоже сложно. Люди устают, конечно. Все очень устали на этих сборах. Но это нормально. Рикардо, у нас с тобой не было времени поговорить о том, что в декабре месяце ты занял третье место в звании лучшего нападающего Молдовы. Вот что ты можешь сказать по этому поводу? В декабре не было времени говорить о том, что ты занялся в первом и третьем месте. В третьем месте в лидерах? Я не знал об этом. Я не знал об этом. Об этом не сказал Лува Норс, с которым каждый день разговариваю. Я этого не ожидал. Я думал, что действительно я был на первом месте. Потом оказался на третьем и действительно грустно себя чувствовал. Но это уже прошло и осталось только что так можно лучше делать работу для шерифа и продолжать играть. Рикардо, мы не то что надеемся, мы верим в то, что в будущем году ты будешь на первом месте. Мы только верим в то, что мы уверены, если мы уверены, мы уверены, что в следующем году будет в первом месте. Ну, я тоже. Каждый день я тренирую для меня на первом месте. И, если Бог хочет, я буду в первом месте. Спасибо. 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 Спасибо.